Весна спорит зимой, но поскольку на календаре март, то нет сомнений, на чьей стороне будет победа. А если так, то в марте все дороги ведут куда? Конечно, на дачу! Здравствуйте! С вами Александра Винченко и программа «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? О том, как выглядит МФЦ для кос и перепелок, как делается обрезка декоративных деревьев и кустарников, и какие цветы превращают обычный балкон в цветущий сад. Наш первый сюжет мы снимали в Вольно-Надеждинском. Жительница Владивостока Юлия Ломоносова несколько лет назад переехала туда с мужем и сыном. С тех пор жизнь семьи круто изменилась. Муж Юлии Григорий собственными руками построил дом и сменил прикладную математику на малоэтажное строительство. А Юлия из финансовых менеджеров переквалифицировалась в руководителе многофункционального центра. Главные клиенты, а точнее обитатели которого – перепелки, козы и черви-старатели. Козлятник С другой стороны перепелятник и червячник в том числе. Козлятники у нас три козы. Ну, еще три козленка недавно родилось. Вот одна коза дойная, две козы у нас беременные. Будем ждать потомства. То есть к лету у вас тут будет целый козлячий детский сад? Ой, к лету у нас уже целое стадо будет. Будет где их пасти. Луга вот у нас тут поля. Ну, будет много. А начинали-то с двух коз. Юля, ну как вот городские жители становятся вот такими приверженцами сельского хозяйства? Что должно в жизни произойти? В жизни? В мозгах, наверное, что-то должно произойти. Не знаю. Я, допустим, хоть и как бы сельский житель, но большее время я прожила в городе. Муж у меня полностью городской житель. А какие все-таки преимущества дает жизнь на земле? Вы знаете, для меня было важно есть именно экологически чистые продукты. Ребенок аллергик. На многие химические продукты у него аллергия. Поэтому то, что мы едим чистые продукты, чистая у нас козлятина, перепелятина, яйца, овощи, для меня это очень огромный плюс. А вот все-таки почему выбрали не кур, а перепелов? Мы рассматривали разные варианты. Индоуток хотелось, потому что у них тоже вкусное мясо. И кур вроде бы хотелось, но остановились на перепелах, потому что начинали еще у нас даже сарая не было. И начинали мы просто с кладовки. А в кладовке у нас могли только жить перепела, потому что у них нужна всего лишь клетка и ничего другого. Собираем где-то штук 35 яичек в день. А также периодически перепелов забиваем, кушаем мясо. Перепела действительно очень компактная птичка. В одной небольшой клетке помещается до 40 перепелок. Они двух видов. Манчжурский яичный и белый бролерный. Недавно Юлия решила скрестить две породы. Из яиц, заложенных в инкубатор, вылупились перепелята – кроссы. Из 60 яиц вылупилось 53 птенца. Мы даже не ожидали. Мы думали, хорошо, если хотя бы 50% при таком раскладе выйдет. Однако, вот видите, 53 штуки вышло. То есть вы сейчас в эксперименте смотрите, что получится, какие породные качества будут у этих перепелочек. Именно так вот мы и хотим. Мы хотим посмотреть. Мы вообще хотим добиться того, что из яичной породы тушка выйдет больше. Вот мы сейчас этого хотим. Чтобы и яйца были, и тушка сама была крупнее, чем манчжурская перепелка. Вот ты мой хороший. Вот ему один день. Ну, вообще, перепелочки растут достаточно быстро. Очень. Вот кроссы у нас вылупились. Буквально им сейчас всего лишь сутки, один день. Видите, какие они самостоятельные. Быстренько тут передвигаются, бегают. Но не успеем глазом моргнуть, они очень быстро вырастут. Буквально через две недели они уже пойдут в клетку надоращивания. Две недели еще в клетке надоращивания, и все, взрослое стадо пойдут уже потомство размножаться, скрещиваться. А во сколько, в каком возрасте перепелки начинают яйца нести? Яйцо несут, где-то с полутора месяцев уже начинается яйцо. Поэтому очень все быстро происходит. Вылупившиеся перепеляты помещаются в брудер, да? Какие тут должны быть условия? Что температура, влажность, корм? Вы знаете, чтобы птенцы не погибали, да, у них должна быть первую неделю температура где-то 37-35-37 градусов. У них должен быть всегда в наличии корм, всегда в наличии должна быть вода, освещение и тепло. Вот у перепелов всегда розовые лапки, а при скрещивании у них лапки черные получились. Такие они такие забавные, с черными лапками. Представляете? То есть мы сами не ожидали, такое интересное скрещивание произошло. Будешь беленьким, как злой папочка. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». И несмотря на то, что первый номер журнала вышел в начале февраля, еще не поздно оформить подписку на оставшиеся пять номеров. Сделать это можно на сайте Почты России или в любом почтовом отделении. Там же на почте можно купить первый номер журнала. Думаю, вы согласитесь со мной, что по сравнению с маем и апрелем, март самый холодный и все-таки самый весенний месяц. А все потому, что в марте мы поздравляем женщин с их праздником. А женщины, с этим тоже никто не спорит, лучшая половина человечества. С одной из наших прекрасных дам мы вас сегодня познакомим. В свои 84 года Валентина Осиповна Поткина удивительно позитивный, жизнерадостный и очень увлеченный человек. Это икона Пресвятой Богородицы Казанской. Это я вышиваю в подарок одной очень хорошей моей знакомой, которая верует в Бога. Скажите, сколько же времени уйдет на такую красоту? Ой, вы знаете, ну месяц точно. Потому что это вот каждую бусинку нужно пришить, сделать даже не одно движение, а получается два раза делать движение ради одной бусинки. Сначала сверху, потом вытаскиваешь нитку снизу и второй раз прошиваешь. Ну, работа для терпеливых. Действительно, для терпеливых. Чтобы вышить букет пионов, Валентине Осиповне пришлось сделать 38 тысяч узелков. И вот я увидела картину, влюбилась в нее. И я ее вышивала два месяца, но я вышивала ее, знаете, вот каждый божий день. Я по несколько часов сидела. Вот она у меня на диванчике. Вот очень красивая работа. А в основном я очень люблю женские портреты. Недавно вышила вот эту девушку в шляпе. Тоже очень понравилась. Такая воздушная, красивая, прекрасная. Ну, а это уже работа я давно вышивала. В последнее время я вышила бисером тоже красивую женщину. Меня прямо тянет на красивых женщин. Вот, посмотрите, пожалуйста. Ох, какая! Потом эти все работы оформляются в багетных мастерских. Ну, я должна сказать, что хобби у меня, у пенсионерки, обходится мне очень дорого. Работы, вот эта рамка, вот две с половиной тысячи. Мне уже 85-й год, и дочь мне запрещает куда-либо выходить. Вот вчера приехала, привезла мне продукты. «Мама, сиди, никуда не выходи». Поэтому время есть заниматься, сидеть просто так, знаете. Ну, вот планшет посмотрела, почитала последние новости, там что-то вот. А что дальше делать? Понимаете? И вот у меня сейчас все мое время, все уходит на рукоделие. У меня в жизни три хобби. По крайней мере, в последние годы. Это «Дача», «Цветы», «Вышивка» и «Чтение». Книги очень люблю. Обожаю вот этот сорт фиалок. Их, видите, у меня три или четыре. Потому что вот они цветут так шапочкой, и цветут постоянно, вот постоянно. И я их все время размножаю. Вот сейчас весна придет, я листочки буду омолаживать, каждую фиалочку, все. И вот они у меня всю зиму цветут. Всю зиму, вы видите, вот они у меня везде. Вот эта фиалочка очень хороша, тоже постоянно у меня цветет шапочкой. Как-то мы с дочерью купили себе к Рождеству в цветочном магазине «Пансетти». У меня она жила несколько лет, но уже стала просто вот, захерела. И я в прошлом году набрала, взяла у нее череночки, посадила, и вот видите, первый год, какая у меня красавица выросла. Я даже не ожидала, что она будет свистеть. Вот такая вот пестренькая. Ну, в общем, остальные у меня отдыхают, понимаете? Пик цветения уже прошел, да? Светение прошло, и сейчас они набираются силы. Вот в марте месяце надо их будет пересаживать, смотреть. А вот какая фиалка, посадите, она цветет редко, но зато посмотрите, какая красивая у нее листва. Просто необыкновенная красавица. Знаете, она мне напоминает декоративная капуста вот в огороде. Я тоже ее очень люблю, садила много. Скажите, пожалуйста, ну скоро же дачный сезон, и вы же дачница, со стажем. Да, да, да. Что будете сажать в этом кабинете? Я выписала 5 сортов картофеля, из Щелябинска, жду посылку. Потому что картошку нужно каждые лет 5 обязательно обновлять. Она вырождается. А я не могу, вот я пыталась покупать картошку и на рынке, и в магазине, но не нравится совершенно по сравнению со своей домашней. Это небо и земля. Вот выписала 5 сортов картофеля, ну а помидоры у меня свои сорта есть, планов, громадье. Ну в основном, конечно, дачей надо заниматься. А вот моя кошечка Алиса, с которой мы коротаем время, на дачу ее берем, потом она с дачи никак не хочет уезжать. Мы ее ловим целые сутки. Она чувствует, что мы начинаем уезжать. И прячется. Представляете? Алиса дачница. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья» на 8-м канале. Все выпуски нашей программы вы можете найти на сайте садприм.ру. Там же можно прочитать архивные номера журнала и посмотреть садово-огородные новости. В следующем сюжете поговорим об обрезке сада. Несмотря на то, что мы неоднократно затрагивали эту тему, у садоводов остались вопросы, на которые мы попросили ответить сотрудников ботанического сада института «Девооран». Речь пойдет об обрезке декоративных растений. Начало марта, и у нас секатор лучше двух садоводов. Давайте расскажем, как это делать правильно, чтобы не наделать ошибок при обрезке. Хорошо. Основное, что мы должны сделать весной, это удалить сухие и лишние ветки на дереве. В первую очередь удаляем ветки, которые перекрещиваются, растут внутрь кроны. Срез делаем у основания по наплыв на ветке. Таким образом. Далее. Вот внутрь растущей ветки также удаляем. Это мы удалили те ветки, которые загущают крону, да, и растут внутрь по направлению кроны? Да. Если требуется удалить только часть ветки, мы выбираем почку, которая растет наружу, на внешнюю сторону кроны, и срез делаем непосредственно над почкой. Какую ошибку делают садоводы? Они жалеют вот эту почечку и считают, что если веточки оставить побольше, то как раз вот это будет для дерева хорошо, и для ветки хорошо, и для почки хорошо. Это неправильно. То есть вот, когда мы оставляем такой вот пенечек, он засыхает, он немножко туда прогнивает внутрь и может погубить всю почку. Поэтому срез мы делаем у основания, но не впритык. Илья, вот мы стоим с вами возле магнолий, вот это такие пушистенькие уже почечки на ней. Да, это цветочные почки, они очень скоро зацветят. Вот то, что мы обрезали, жалко же всегда, да, все, что дерево нарастило, мы безжалостно срезали. Это можно почеренковать, попытаться хотя бы, вот в отношении магнолия? Вот конкретно вот эта магнолия кобус, она очень плохо черенкуется. В общем-то не стоит даже заниматься этим. Когда мы режем дёрен, барбарисы, ещё какие-то там вот наши декоративные, тамариксы там может быть, вот этому черенку, гортензии вот. Да, вот особенно все декоративные кустарники, они очень легко черенкуются. Если дома есть возможность организовать какой-то такой мини-парничок, да, можно почеренковать. То есть то, что мы отрезали, мы ещё можем пустить в дерево, да? Здесь мы удаляем повреждённые ледяным дождём ветки, сломанные. Вот здесь мы видим пример того, как ветки перекрещиваются, вот это от соседнего растения. И нужно выбрать, что мы тут предпочтём оставить. На этой ветке вот больше цветочных почек, и мы оставим её. вот усыхающая ветка, её можно тоже удалить сразу. Так, вот здесь вот внутрь растущие побеги, удаляем. Так, ну вот ветки. Здесь они растут очень густо, внутрь мы их удаляем, чтобы осветлить плену. Вот мы удаляем ветку полностью, удаляем по вот этот вот наплыв у основания ветки, так называемое кольцо. Мы удалили достаточно крупную ветку, получился срез больше сантиметра, его мы обрабатываем садовой замазкой. Срезы можно обрабатывать садовым варом, какими-то вот специальными, более жидкими составами. Если ничего под рукой нет, то можно обработать и маслами краски. Вообще обрезка растений помогает содержать деревья в более здоровом состоянии, поддерживать их эстетику. В этом году у нас весна началась достаточно рано, и на все эти манипуляции у нас осталось около двух недель. Еще раз обращаю ваше внимание, в этом году специалисты рекомендуют поторопиться с обрезкой плодовых и декоративных деревьев и закончить ее к середине марта. Тем, кто не укладывается в эти сроки, перенести ее на июнь. На этом нам пора прощаться. Я желаю вам хорошей погоды, дружных сходов и весеннего настроения. До встречи в начале апреля! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok